С именем Аллаха Милостивого, Милующего, Мир и Благословения Посланнику Аллаха. Человеку кажется, что уже не осталось на земле неизведанных мест, ведь люди, по его мнению, исследовали всё вдоль и поперёк, каждый клочок земли. Однако это не так. Каждый день открывается что-то новое. Есть целые народы, которых мы ещё не видели, но с которыми человечеству скоро придётся столкнуться. Сегодня речь пойдёт о многочисленном народе, упомянутом в Священном Коране, о племенах Яджуч и Маджуч. В прежних видеороликах мы уже говорили об этой смуте. Остаётся для многих без ответа один очень важный вопрос. Где же сейчас находятся Яджуч и Маджуч, которых Зулькарнайн закрыл от всего общества, водрузив перед ними огромную стену? Эту тему очень подробно разбирали учёные древности. В старых книгах по географии, в книгах Тавсира и Хадиса, в книгах по истории учёные пытались ответить на этот важный вопрос. Стена, возведённая Зулькарнайном, упоминается в Коране и Сунне. Иногда её называют Садд, преграда, барьер. Иногда Радм, что можно буквально перевести как Насыпь или Завал. В Суре Аль-Кафф приходят оба названия. Они сказали «О Зулькарнайн, Яджуч и Маджуч разоряют наши земли, вредят нам. Может быть, мы заплатим тебе, чтобы ты установил между нами и ними преграду». Здесь Аллах назвал эту стену Саддом, преградой. Он ответил «То, что дал мне мой Господь лучше этого, вашей оплаты, я не нуждаюсь в ней и установлю для вас преграду бесплатно. Помогите мне силой, и я построю между вами и ними преграду». В этом аяте Аллах использовал слово «Радм». Почему Зулькарнайн, пусть Аллах будет им доволен, построил эту стену? Племена Яджуч и Маджуч сеяли нечестие на земле и творили много зла. Поэтому люди пожаловались на них Зулькарнайну, который решил заточить их и избавить человечество от их бесчинства. Почему же предводитель верующих не объявил им войну и не истребил их? Потому что их в то время было так много, что с ними бесполезно было сражаться. Когда они выйдут и распространятся по земле перед судным днем, Всевышний также запретит людям вести с ними столкновения. Ведь война с ними – верная погибель для всех. Даже пророку Иси Мирему, который убьет самого Антихриста, будет велено укрыться от них с мусульманами на горе Тур в Палестине. Удивительным в истории о племенах Яджуч и Маджуч является то, что в своем заключении они полностью закрыты от солнечного света. В хадисах, которые мы с дозволения Аллаха упомянем чуть позже, говорится, что солнечный свет не доходит до места, где они пребывают сейчас. Как это может быть? Ученые объясняют это по-разному. Кто-то считает, что стена эта закрывает их не только спереди, но и сверху, так, что полностью лишает их дневного света. Другие считали, что под тяжестью этой стены, которая закрыла их сверху, они провалились под землю и до сих пор пребывают где-то под землей. И тут удивляться нечему, ведь Всевышний Аллах способен на всякую вещь. Тем более, что само существование целого народа, которое уже много столетий находится в каменной тюрьме, уже само по себе что-то невероятное. То же самое можно сказать обо всех больших признаках судного дня. Разве не удивительно появление Даджаля, который будет обладать сверхъестественными способностями или снисхождение пророка Иса с неба, или выход солнца с запада, или появление разговаривающего удивительного существа из земли? Несмотря на свое длительное заключение, племена Яджуч и Маджуч каждый день пытаются выйти из своей тюрьмы. Имам Ат-Тирмизи, Ибн Маджа, Аль-Хаким и другие передали достоверный хадис, в котором посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал, «Поистине Яджуч и Маджуч каждый день копают, пока почти не достигнут солнечного света. И тот, кто руководит ими, говорит, возвращайтесь, дальше будем копать завтра. И Аллах восстанавливает эту стену и делает ее еще крепче, чем она была до этого. И это будет продолжаться до тех пор, пока не подойдет время их появления. И когда Аллах захочет напустить их на людей, они будут копать до тех пор, пока почти не достигнут солнечного света. И тот, кто руководит ими, скажет, возвращайтесь, дальше будем копать завтра, если на то будет воля Всевышнего Аллаха, иншааллаху та'алла. И когда они вернутся, найдут его в таком же состоянии, как оставили. Они будут копать дальше, после чего, пробив преграду, построенную Зулькарнайном, выйдут наружу и нападут на людей со всех сторон. Также из хадисов известно, что во время посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в стене Яджучи-Маджуджа была пробита небольшая брешь. Есть также риваяты, которые сообщают нам, что эта брешь была сделана там не этими племенами, а появилась она по воле Всевышнего Аллаха, чтобы возвестить людям о скором выходе этого народа наружу. Имам Аль-Бухари да помилует его Аллах, передал от Зайнаб бин Тиджахш, да будет доволен ею Аллах, что однажды к ней зашел, охваченный страхом посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал, нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха. Горе арабам от зла, которое уже близко. Сегодня в стене Яджучи-Маджуджа было проделано вот такое отверстие, и соединил большие указательные пальцы в виде круга. Зайнаб бин Тиджахш сказала, я спросила, о посланник Аллаха, так неужели погибнем и мы, несмотря на то, что среди нас будут праведники? Он сказал, да, если пороки умножатся. В другом риваяте сообщается, как посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал, сегодня Аллах открыл в стене Яджуча-Маджуджа вот такое отверстие, и именно здесь мы видим, что это отверстие появилось там, не благодаря копанию этих племен. Итак, вернемся к нашему главному вопросу. Где же стена Яджучи-Маджуджа? Стена эта существует и по сей день, и будет существовать до дня суда. Сообщается, что во время посланника Аллаха да благословит его Аллах и приветствует. Один из подвижников видел эту стену. Имам Аль-Бухари да помилует его Аллах, передал Ак-Катады да помилует его Аллах, о том, что один человек пришел к пророку да благословит его Аллах и приветствует, и сказал, я видел стену, которая была похожа на йеменскую накидку. Ученые объясняют, что здесь говорится о черных йеменских накидках в красную полоску, либо же о красных накидках в черную полоску. Получается, он видел стену, которая состояла из черных и красных слоев. Посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, подтверждая его слова, сказал, ты действительно видел ее. Есть еще один ревай от этого хадиса у имама Аль-Баззара. Некоторые ученые посчитали ее слабой, другие, как, например, Ибн Хаджар Аль-Аскалани, считали ее как минимум приемлемой. В ней говорится, что сподвижники сначала не поверили тому человеку. Затем же пророк да благословит его Аллах и приветствует, признав его слова истиной, собрал сподвижников и, указав на того мужчину, сказал, кто хочет увидеть человека, который своими глазами созерцал стену Яджуджа и Маджуджа, то пусть посмотрит на него. Слова пророка дают нам понять, что не каждому дается увидеть стену племени Яджуджа и Маджуджа, и что ее больше никто так и не увидит. Подобно истории встречи Тамима Аддарида будет доволен им Аллах с Даджалем, ведь нет больше свидетельств о том, что кто-либо помимо этого сподвижника видел Антихриста. Эти единичные случаи произошли для того, чтобы укрепить веру сподвижников в то, что сообщается об этих событиях в Коране и Сунне. Поэтому людям не суждено обнаружить эту стену, пока Аллах не пожелает выпустить народ Яджуджа и Маджуджа наружу. Мы можем лишь предполагать и строить догадки, чем и занимались ученые, ведь никогда не было среди них единогласного мнения о том, где может находиться данная стена. Кто-то говорил, что она находится между Арменией и Азербайджаном, кто-то считал, что она в Грузии или между Киргизией и Туркменией, другие предполагали, что она либо в Иране, либо в Сибири, кто-то даже заявлял, что она где-то в Европе, то есть предположения ученых охватывали практически весь земной глобус. Таким образом, кто бы ни стал искать эту стену и место заключения Яджуджа и Маджуджа, он никогда не найдет их. Время их выхода к людям придет, когда пророк Иса мир ему убьет Антихриста. Пока этот ролик существует на просторах интернета, каждому, кто был причастен к выходу этого ролика, будут записываться вознаграждения. Станьте и вы частью нашего дауата, пройдя по ссылке в описании. Молим Аллаха, чтобы Он укрепил нашу веру, прибавил нам полезных знаний и защитил от всех смут, что могут повредить нашей вере и религии. Субтитры создавал DimaTorzok